здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая люблю вас всех россия и не россия белоруссия казахстан израиль а сегодня у нас еще и северные штаты это что америка там там такая у нас подписчица с таким необыкновенным именем но она садит огород по-русски даже там и я очень признательна вам что вы у меня есть сегодняшняя тема капуста и не просто капуста а капуста романеско и вот эта капуста вынесла мне весь мозг два года подряд она почему-то она завязывает головки да это цветная капуста под вид цветной капусты но они же не все с плодовой этой головой часть из них вырастает больше метра раскидывает листья как деревья и не дают плодов я же вся измучилась я же вся и зазлилась уже что ж такое я делаю неправильно вроде уж я всю капусту знаю все ее прихоти выучила а вот с этой у меня возникла проблема почему речь о ней зашла а речь зашла о ней только потому что это одна из самых вкусных капуст на свете у нее сливочно-ореховый вкус аж прямо знаете она настолько нежная она настолько вкусная что ну не знаю другой такой нет ни одна из цветной капусты и брокколи в том числе все уступают ей по вкусу и появилась она говорят не очень давно одни источники другие говорят что очень давно знаете это это те растения которые воспроизводя себя повторяют все что у них есть все свои тризнаки и внешние и внутренние и расположение например ну у белокочанная то листья но там не все листья одинаковые заметьте да а вот у этой капусты пирамида вот ее большая пирамида и и вилок так называемый это точная копия маленьких пирамид а на маленьких пирамидках есть еще пирамидки еще меньше и это все себе подобные и расположены на каждой пирамидки какой бы она маленькая не было практически точно если одеть очки с лупой то вы увидите что они все абсолютно одинаковые и это так классно это в общем достаточно нередкое явление в природе но в данном случае в капусте да достаточно редкая и когда она у вас завяжет эту голову когда вы увидите как она хороша только тогда поймете ну и когда поедите разумеется только тогда поймете какое сокровище растет у вас на огороде так что надо то этой не знаю как сказать этой капустине чтобы она завязала вот эту прекрасную свою голову так вот оказывается с ней это все так это со мной все не так во первых она очень любит воду и когда вы ее высаживаете и когда она подрастает нужно помнить что она ей воды надо куда больше чем всей остальной капусте и еще у нее завяжется этот замечательный вилок если температура воздуха будет не выше плюс 18 градусов и сеется она очень рано это первая декада апреля не надо листить себе что посеяв ее в мае вы добьетесь результата не добьетесь но вот если вы посеете вовремя если вы все сделаете правильно и удобрения для нее очень важны вот тогда вы получите это замечательный вилок удобрения обратите внимание на то что я скажу для всей капусты а для нее особенно очень важен калий сульфат калия или хлористый калий а для крестоцветных сульфат в составе сера и калий они для капусты вот так необходимы вот здесь лежит капуста которая подобрана для того чтобы я ее посеяла в этом году среди этой капусты только то что я люблю и что я употребляю в пищу поехали венская белая обязательно все лето едим натирая ее с морковкой конкистадор замечательная капуста прекрасным образом идет для квашения и краткосрочного хранения то есть три месяца значит конечно чемп это очень скороспелая великолепная по качеству капуста это конечно ларсия это та красавица которую в засолке равных нет вилки как сбитые каменные белоснежные сахарные просто ешь кусками есть хочется коля чудесная капуста заняла полноправная теперь участница моих грядок капустных значит это конечно же совойская да как без нее нет голубцов вкуснее чем с совойской капустой готовится исключительно быстро листья расположены так что и варить их не надо и снимается легко и голубцы уж очень вкусные конечно экспресс это очень скороспелая очень хочется в капусту конечно аренда значит и тут есть еще вот такая брюссельская капуста и есть те которые посеется прямой посев грунт это же капуста пекинская ричи всегда ее сею ну вот пробела белую венскую хочу сказать не надо рассадой мучиться пожалуйста просто посейте ее в грядку прикройте укрывным и все что в от вас требуется полить и подкормить когда будете остальной заниматься ну все про капусту сегодня закончили это роман эска меня заставила сделать сюжет но я все равно добьюсь результата всего доброго вам удачи